Отличный тычок в голову, который пришелся прямо в вес. Ну что ж, а вот эти крепыши уже готовы взорвать стадион. Да, парни серьезные. Парень, который не боится высоты, он целыми днями сидит на домах под 100 метров высотой и работает альпинистом. Днем читает Пушкина, Достоевского, Некрасова, вечером качается в зале и готов купить любого, кто встанет у него на пути. Истинный русич, дамы и господа, Сварог, встречайте! Тоха против Сварога, наш следующий бой. Тоже веса уже не детские, веса тяжелые, поэтому возможен любой исход данного поединка. Да, это будет интересно, Александр. Я жду еще одного хорошего удара с Хрустом. Ну, сейчас мы все увидим. Да, Сварог очень хороший тоже боец. Инженер металлоконструкции, очень скромный, в очочках такой, знаете, интеллигентный мужчина. И металлоконструкции, и головы противникам. И его оппонент из поселка Горелого. Ну что ж, посмотрим, как готовы парни. Отлично! Размен руками. Встречный левый, правый сразу наносит. Хорошо! Двигаются парни на ножках. Это называется... Пошел размен, так его... Бой без проверки. О, какой Сварог! Смотрите, попытался сделать болевой на ногу, но не вытащил. Сварог сверху над Тохой. Пытается... Что он пытается сделать? Задушить его. Пытается напрыгнуть сверху и задавить его. Да, сбить дыхание. Раздавить металлоконструкции, Александр. Да, а Тоха в это время пытается его задушить, но это, я думаю, пока дохлый номер. Отлично! Добивание. Добивает Тоху сверху Сварог. А вот и нога оказалась в капкане. Каждый прихватил ногу оппонента. А помнишь, хороший удар пяткой, да, вот этого? Да, сверху добивание такое было. Пяткой в грудь. Ну-ка, ну в лицо, нет? Хорошо, Шредер тогда работал. Терпит, терпит, терпит. Тянут, тянут, тянут оба. Пока ничего, пока ничего. Пяткой в лицо можно ударить, Александр? Как думаете? Я бы ударил. Да? Вы бы ударили? Ну что делать? Да вы бы, я знаю, ударили бы еще так, подбежали. Так подбегите и ударьте, в конце концов, что вы. О, хорошо ногу. Попытка закрутить, но нет. О, смотрите, как перевернулся Сварог и снова держит ногу противника. А нет, ушел. Что он делает? Не понял. Не понял, я тоже, но ничего. А вот сейчас нога оказывается в неприятном положении. Да, хорошо подогнул ее. Так, добивает Тоха Сварога по ребрам. Слева хорошо бьет по печени, но в голову не получается ударить. Да, парни активные, парни серьезные. Оба имеют хороший бойцовский опыт и хороший вес. Соответственно, хороший удар. Неприятная нога оказалась, да? Да, заломана. В ногах Позелота с открытой ребра и по ним потихоньку Тоха наносит удары. Да, прям по печени бьет Сварога. Но, я думаю, Сварог знает, что делает. Он парень полезкий и выносливый. Я надеюсь, что он знает, что он делает. Да, парни, знаете, как и в партере, руками хорошо машут, как бы и бороться умеют, и знают, как задушить друг друга. Молодцы. Просто умельцы какие-то, с большой буквы. Похозаное положение. Не очень хорошее, выгодное. А Сварог пытается задушить противника. Да? Как? Ногами? Ногами за пояс? Ну... Пытается растянуть ему шейку. И давит на корпус. Скрестил ножки, смотрите. Давит на ребра, не дает вдохнуть Тохе. Публика горячо поддерживает своих бойцов. Ну что ж, пора поднимать, наверное. Не знаю, не знаю. Рефери виднее. Он там поближе. Владислав, пора поднимать. Да я думаю, нет. Ребята знают, что делать. Ну, отлично. Я дождусь. Я дождусь удара с хрустом, Александр. Какой же вы кровожадный, Александр. По-другому никак. Этот бой не может закончиться по-другому. Сварог пылет, как бешено опустил руки. Может закончиться вот так. Удар навстречу. Размен руками. Удар навстречу. Силы немножко отпустили обоих. Подустали, ребятушки, подустали. Удар справой. Сварог держит руки очень низко. Почему-то. То ли пытается выманить на себя противника, то ли пытается его обмануть, что он устал. А на самом деле не устал. Ага, пропустил навстречу Сварог. Пропускает он один за одним, на самом деле. Я не знаю, насколько еще хватит его, но еще пара таких хороших ударов, и может свалиться наш друг. А то хоть знает свою линию. Смотри, да, он гнет ее. О, Сварог какой лоу пробил. Тохи под больное колено. Видели? Подкосилась нога. Да, это был хитрый план. Да. Сварог хорошо бьет ногами. Отлично бьет только руками. Ну, посмотрим, что лучше. Ноги, руки, Александр. Я жду удара с хрустом. Я думаю, хвост. Хвост? Да, самое главное, хвост. Ну, Александр, вас мы поэтому не выпускаем на ринге, потому что у вас очень большой хвост опасный. Поэтому лучше сидите рядом со мной и не деритесь ни с кем. Да, буду работать языком, что я делаю. Да, верно. И хвостом. Так, снова размена ударами. Хорошие уже, крепкие удары такие приходятся, да, Александр? Ну, нет точного удара, нет точно нокаутирующего удара. Достаточно одного попадания, внезапного, неожиданного и точного. По 200-300 килограмм падает, но падает в защиту, да? Да, почему же Сварог не может попасть руками, хотя явно выцеливает противника. А Тоха тыркает и попадает периодически. Тоха попадает, молодец. Да, попадает вскользь, но попадает. Гнет свою линию и, так сказать, встречает противника уже неоднократно. Еще раз, пожалуйста, да? Ручки у него на месте, ручки у него высоко. Правая как раз у подбородка. Хорошо он держит руку правильно, грамотно. Сварог тоже не лыком шит, но, видите... Руки опущены чуть, да? Да, не попадает он почему-то руками. Опа, еще удар. Что, подустали, ребята? Подустали уже. Я просто знаю, что Сварог до этого сидел на вегетарианской диете, поэтому немножко сил, наверное, у него маловато. Ох, хороший, правый, вразрез. Ну, Туха работает вторым номером. Смотри, отступай, левый еще попадает. Попадает, да. Вот оно, пожалуйста. И сейчас это, мне кажется, тактика приведет к успеху. Вполне возможно. Попадаешь, попадаешь. Опа, еще левый, смотри, как Сварога привело. Выцеливают, парни, выцеливают, да. Работают больше руками в стойке. Смотри, как вторым номером хорошо работает Туха. Хороший лу у Сварога. Отлично отрабатывает в голову. Низковато держит правую Сварог, конечно, а Туха держит правую на месте. О, еще на, с ноги. Хорошо было. Очень четко с ноги в голову. А Сварог поймал ногу противника, и будьте любезны. Ну, ничего страшного, смотри. Посмотрим, посмотрим. И отдыхает, да? Поймал ногу и отдыхает после удара в голову. А я пережду. Правильно, а я пережду. А у меня тактика такая. А я пока посижу. Посижу за ногу, схвачусь, отдохну. Но не будем думать за него, он сам знает, что он делает. Ну, Туха молодец, занял хорошую позицию. Да, парни явно знают, чем заниматься он. Что-то там Сварог такое интересное придумывает, но пока я не вижу результата никакого. Да, тяжело как-то разгадать их планы. А с ног крутится достаточно быстро, несмотря на свой 85 килограмм веса. Ребята-то не маленькие. Вес-то уже полутяжелый. Отличный удар, отличный удар, отличный удар в ребра. Калином по печени, да, хорошо бьет. Тоха бьет Сварога калином по печени, очень болезненно. Тоха работает четко, именно в область ребра уже, который удар. Да, плавающие ребра могут уйти на раз и на два, ломаются очень легко. А вот сейчас, смотри, Тух оказался сверху. И Сварогу сейчас уже не до шуток. Закончились все вот эти веселые истории с пропусканием ударов простых. И сейчас мы уже не хило. А сейчас раз в бороду, еще в бороду. Добивание сверху идет. Хорошее добивание идет. Планомерная работа кувалды в голову. А при таком весе это может иметь решающее значение. Отлично, бьет слева, справа, прямо, тычка. Еще тычка, вот и все. Чао. Чао, Сварог. К сожалению. Остановил бой рефери за явным преимуществом противника. К сожалению, он покидает рим. Да, Вячеслав вовремя остановил, поэтому... Во избежание более серьезных и тяжелых последствий для противника. Да, уже тычки начали проходить. Все сильнее и сильнее. Это было уже опасно, конечно. Ну что ж, вот оно, пожалуйста. Чуть-чуть переоценил свои силы, недооценил противника. Напропускал ударов в начале, силы ушли. И уже было тяжело сражаться. Да, дисбаланс был явный. А Тоха молодец. Тоха молодец. Бинул свою линию. Отступал и бил. Да, Александр? Да, неплохо получилось. Отступал и бил. Переиграл Сварога. Да, это было хорошее. Мне понравилось, Александр. С хрустом. Как я люблю. Во-первых, 9 мая. Всех с праздником. Спасибо оппоненту. Спасибо организаторам. Все? 20-й год. Спасибо. Хочу сказать спасибо всем, кто болел. В первую очередь спасибо тренеру с пацанами, которые меня готовили. Вот. Ну всем родным. В общем, все спор. С 9 мая всех. Спасибо. Спасибо. Горячо приветствуют друзья Тохи. Молодец. Победа хорошая, яркая, все четко.